Тельцы, привет! И все те, кто хочет построить с ними отношения, этот ролик для вас. Завершили разбор знаков Зодиака, посмотрите про свой, если еще не добирались. И вот приготовили серию про астрологическую совместимость. О том, как вообще понимать, что такое астрологическая совместимость, как правильно к ней относиться, что ли, насколько это приговор, и что делать, если вы со своей второй половиной абсолютно противоположны. Об этом записали отдельный ролик, его порекомендую в первую очередь, посмотреть. А пока приятного просмотра! Тельцы вообще прекрасные ребята. 850 тысяч просмотров у нас на канале. Моя лучшая подруга Тельцы. Все сложилось. Расскажи, пожалуйста, нехам, Тельцы, какие вообще в отношениях? Окей, значит, Тельцы. Тельцы это стихия земли. Да. И Тельцы в отношениях не спешат. Они медленно наблюдают за человеком, да. Они медленно привыкают. То есть берет какое-то время, пока они человека впускают в свою жизнь. Потому что когда они кого-то впускают в свою жизнь, ты с ними надолго. Но Тельцы под влиянием планеты Венеры тоже своеобразные миротворцы. Они хотят, чтобы все было так гармонично, приятно и постоянно. Поэтому когда происходит какая-то проблема, они долго живут в состоянии «потом разберемся». Сейчас оно прояснится. Сейчас что-то поймется. Поэтому что происходит в отношении? Теляц и Овен. Овен смотрит на Тельца и видит его как человека, который очень медлительный. Который все время там в каком-то самом комфорте. Который из какие-то постоянной привычки. Он не понимает. Почему ты уже годами сидишь на том же диване? Давай уже купим новый. А почему мы сидим на диване и смотрим путешествия в Африке, когда можно сесть на самолет и поехать? И в этом плане Овну будет сложно с Тельцом. Потому что Овен хочет приключений, Овен хочет новые знания. А Тельцы не очень медлительные в этом плане. То есть Тельцу будет долго что-то понимать, что-то позволять войти в свой мир. И здесь сложно будет. Потому что Овна, если хотите двинуть вашего Тельца, забудьте. Отношения не будут работать. А если вы научитесь быть более терпеливыми, что тоже непросто, то медленно, шаг за шагом, эти отношения будут выравниваться. И вы научитесь понимать друг друга. Дальше. Телец с Тельцом. Ну, Телец с Тельцом, понимаешь, все хорошо, все вкусно, все в комфорте. Это надолго. Здесь есть проблема в том, что тут полный застой. То есть тут в этих отношениях нужно как-то разогреть какую-то искру любви. Тут чрезмерно все. Это не то, что оно комфортно. Но просто, знаешь, каждый опирается на что-то, что они создали, какое-то теплое гнездышко. Вот мы сейчас сели и расслабились. Ну, а когда нету энергии в любой жизненной ситуации, отношения не растут. Поэтому обоим нужно заняться какой-то духовной практикой, да, вместе куда-то ходить. Нужно постоянно быть в каком-то движении. Не в физическом только движении, а просто постоянно как-то отношения свои развивать. Не спеша, но развивать. А Близнец и Телец. Здесь сложно, потому что Близнец – это воздух. Он любит поболтать. Телец будет его слышать. Но Близнец в ответ на то, что хотелось бы Близнецу узнать, вау, какая интересная информация, как увлекательно, будет получать от Телца какие-то факты. Сказать, это непрактично, это мне неинтересно, да. Близнецы будут постоянно убегать куда-то из дома, потому что им тоже, им нужно общение. А Телецы любят, чтобы люди приходили к ним домой, да, делать какую-то там еду, к которой они привыкли. Поэтому Близнец, как в отношении с Телецом, позови друзей домой к своему Телцу. И это будет работать. Да? Раки. Раки и Телцы. Раки и Телцы неплохо. Потому что раки получат очень много поддержки от Телца. Раки получат стабильность от Телца. Но раки тоже, они будут пытаться как-то эмоционально это Телца сдвинуть, но Телец много лет будет не двигаться никуда. Но проблема в том, что если раки постоянно будут создавать из всего какую-то драму и какие-то проблемы, рано или поздно Телец взорвется, потому что у Телца внутренняя энергия огонь. А если он взорвется, то вполне вероятное отношение конец. Поэтому раки должны учиться создавать какую-то, знаешь, какую-то гармонию, как есть у Телца, и быть более внимательным к своим вот этим вот эмоциональным драмам. То есть ракам нужны отношения с Телецом, чтобы немножко как бы сбалансировать свое эмоциональное состояние. Да. А что ты скажешь по поводу любовь с Телцами? Левый Телец. Смотри, они отлично могут договориться. Вот это да. Потому что львы, они, хоть и огонь, они любят удерживать то, что у них есть. Телецы тоже любят удерживать то, что у них есть. Это может неплохо работать. Их союз будет логичный. Там будет какая-то структура. Единственное, там может поспорить по поводу, кто управляет процессом. Потому что Телец будет считать, что у него получается правильнее, настаивает на своем, а лев тоже не менее упрямый. Поэтому тут нужно будет искать, как договариваться. То есть кто в итоге глава семейства? Ну да, тоже. А девы? Девы. Земля и земля. Да, неплохо. Но тут тоже может определенный застой. Потому что Телец будет управлять хозяйством, управлять какой-то там жизненной ситуацией. А дева будет занята тем, что она будет зарыта в каких-то делах, в каком-то порядке. То есть они будут жить вместе, но в какой-то момент нужно работать над такой, знаешь, над связью, как партнеры. Над любовью, над отношениями. Тоже над интимом. То есть они больше друзья, чем муж с женой, предположим. Да. То есть им нужно больше, больше какой-то роман, чувственного опыта какого-то приносить. Да, больше чувств, больше спонтанности, больше новых впечатлений, пробовать какие-то вещи новые, куда-то ходить. Что ты скажешь про весов? Весы и Тельцы. Но весам будет комфортно в отношениях с Тельцами. Они могут на них опереться. Они могут опереться на них с точки зрения того, что Тельцы обычно верные партнеры, постоянные, настроены на долголетние отношения. И весам будет хорошо. Но весы тут тоже, как и сомнам, будут терять себя. Да, потому что тогда, если человек чрезмерно опирается на партнера, соответственно, у тебя нет личного развития. Да. А весы, а вот где проблематично еще будет весы и Тельцы? Весы такие медиаторы, дипломаты. Да. А Тельцы чрезмерно уверены в своем и своем мнении ни в коем случае менять не будут. И здесь может на этом фоне возникнуть конфликт, потому что весы тоже за справедливость определенную. А Тельцам неинтересна справедливость. Тельцам интересно, как практично, не просто правильно, да, а как ситуация практична, да. Кто-то как-то себя повел, они что-то там вместе обсуждают, да. Тельцу важно, чтобы исход был практичный, чтобы все могли это использовать. А весы не будут соглашаться, сказать, ну это несправедливо, там права этого человека не учтены, того человека не учтены. То есть весы и тельцы, ну такой сложный союз. Да. А скорпионы? Скорпионы и тельцы очень хорошо. Мне кажется, тельцы это самый лучший знак для скорпионов. И, судя по всему, единственный вообще... Ну, понимаешь, грубо говоря, скорпионы могут кусать, кусать, а телец будет терпеть и терпеть. Это единственный знак астрологический, который может выдержать скорпиона. Понимаешь, тельцы, несмотря на то, что они очень терпеливые, они все равно останутся при своем мнении. Поэтому скорпион, неважно, сколько он будет пытаться манипулировать, контролировать тельцов, тельцы все равно останутся при своем. Они им это не покажут, но останутся при своем. Да, и скорпионы, это, конечно, будет злить с одной стороны, да, но с другой стороны, опять, это союз, который, где они могут помочь друг другу, потому что скорпионы будут учить тельцам больше взять контроля над своей жизнью. Куда уж больше? Как-то развиваться. Нет, контроль, я имею в виду, когда человек постоянно куда-то двигается, растет, каким-то новым стремлением, новым достижением. А стельцы, а тельцы, проси, пожалуйста, вот построили свое гнездышко и засели там, да, то есть тельцам, скажи, что у них там ранняя бенсия с хорошей зарплатой, больше ничего не надо. Понимаешь? Вот тельцы. А скорпионы, понимаешь, это в них кипение, внутренняя энергия, огонь, да, огненная вода. Они кипят новыми проектами, они кипят достичь, докопаться до глубины, чтобы понять, что и зачем. А тельцу это неинтересно. Вот есть, оно комфортно, оно стабильно, в этом и останемся. Поэтому скорпион будет тоже подталкивать тельца к изменениям, а телец будет успокаивать скорпиона, да. И среднеарифметическое, нормально, как-то так вперед будут все-таки ползти потихонечку, развиваться. Да, да. Ну, астрологически очень хороший союз. Действительно, не могут понять друг друга. А стрельцы? Стрельцы и тельцы. Ну, вот тут сложно. Ну, стрельцы, любители путешествий, новых знаний, развлечений, казино, азарт. А тельцы, им это неинтересно. Но, если ты предложишь своего партнера тельца и скажешь, что ты знаешь, как в казино точно заработать кучу денег, вот на это он согласится. Помахай любой купюрой хорошей перед тельцом, вот, и он будет двигаться вперед. Ну, то есть, союз стрельца с тельцом такой достаточно... Сложный. Достаточно сложный. Козерог? Козерог. Козерог и телец, опять, да, то есть, опять, тут земля и земля, да, но козероги хотят романтики внутри. Они не будут это показывать. А тельцы все-таки, несмотря на то, что это земля, и несмотря на то, что козероги будут надежными партнерами, да, они не будут, они в первую половину своей жизни не выражают своих чувств вообще на замке. А потом вдруг у них все кверх ногами идет, они там побежали на дискотеки, на разные развлечения. Тельц такой, что, да, что случилось? Резкие изменения. И тельцу будет сложно в этом плане. То есть... Потому что тельцы у них постоянство, а козерог у них и в какой-то момент жизни полностью, как это говорится, с ног на голову переворачивает. То есть здесь момент такой, что пока козерог является вот в своей первой половине, как мы говорили, то в целом как бы нормально договариваются. Очень так, очень практично, очень структурно. Но как только произошли перемены, то для тельца это не очень понятно вообще другой человек. Но тельцу не будет приятно то, что козерог вообще не выражает чувства. А, ну... Козерог, он закрытый очень. Молчаливый. Ну, то есть это эти отношения... Угрюмый. Такой, знаешь, очень сложно порадовать козерогов. Поэтому тут нужно... С какой стороны мы говорим про козерогов? Как козерог должен вести взаимодействие с тельцами? Да. Да, слушай, ну, покажи ему, что тебе приятно, что он делает. Хоть чуть-чуть. Ему будет приятно. А то тебе не важно, что подарили, не подарили, для тебя сделали, вкусно приготовили. Вроде тебе вкусно, а вообще никаких эмоций. А он, бедный, там целый день на кухне или она старались тебе там вкусненький пирог приготовить. Ты пришел, уплетаешь пирог за обе щеки и молчишь. А тельцу неприятно. Не то, что он нуждается в похвале, но ему хочется, ну, чтобы его похвалили, как-то признали его, там, не знаю, там, вкусно приготовил. Водолей? Водолей и тельцы. Ну, вообще. Ну, ни в какую. Сложно. Очень сложно. Водолеи, во-первых, у них постоянно какие-то размышления, у них какие-то понимания, какие-то математические там структуры в голове, да, а телец там пробыт, там, цветочки нужно вырасти, там, огород полить, да, что-то руками поделать, а водолеи нужно поразговаривать с единомышленниками. А телец водолея не понимает, а водолеи тельца тоже не понимают. Ага. Ну, то есть, они логичным образом очень вряд ли встретятся друг с другом. Ну, да, там должно быть еще что-то, чтобы у них было соединение. Да, то есть, там должен быть асцендент, луна в каких-то сочетаемых знаках. Ну, далее телецы вдруг, если смотрите, напишите что-нибудь на этот счет интересного, прям интересно стало. А рыба с телцами? Рыба с телцами тоже может работать, потому что это вода и земля. Рыбы. Рыбы – люди загадочные, любят раскрывать какие-то тайны, любят находиться в каком-то своем мире, в каком-то своем пространстве. Но дело в том, что телецы, несмотря на то, что они любят постоянство, опять, телцам тоже важно, чтобы как-то вот проявили к ним какое-то внимание. Ну, конечно же, всем важно. Но, понимаешь, рыбы, они такие вот, вот они будут сидеть возле тебя, держать за ручку, да, но при этом могут ничего не говорить. Да, то есть, это можно сидеть с человеком, смотреть фильм и вообще не делиться никакими впечатлениями. Или же рыбы будут начинать, еще какая сложность будет у рыб. Рыба не умеет конкретно высказать свое мнение. Вот в общем, как знак. Там, конечно, другие планеты нужно смотреть. Рыбам будет очень сложно объяснить телцу что-то, потому что у телца все должно быть как-то структурировано и логично, а рыбы, начиная о чем-то разговоре, будут заходить очень сдалека. Да, и несмотря на то, что телцы терпеливые, будут терпеливо ждать, пока он наконец-то дойдет до сути, но в какой-то момент, телец тоже уже устанет. Поэтому рыбы с телцом должны учиться быть более, высказываться более практично. То есть, если ты хочешь что-то попросить у своего партнера телца, приходи к практическим партнерам. Не начинай разговор со слов «я чувствую», потому что телцы не понимают «я чувствую», телцы понимают практичность и факты. Ты знаешь, если мы... Ты знаешь, я очень хочу поехать на Гавайи. И я увидел, что если мы поедем туда в феврале, когда там не очень жарко, мы можем найти намного более дешевый там отель, да, в это время там мало туристов, да, потому что телцы тоже не любят много людей, любят, когда все поспокойнее, а у нас будет более дешевые билеты, и нам будет проще там, не знаю, то есть должно быть практично. Агумен? Да, да, все. Вообще вот результирующее по тому, как ты говоришь, то есть вообще отношение с телецами, то есть для телецов это немножко выйти за свои рамки, то есть за свои как бы, знаешь, эта жизнь входит в берега, то есть вот выйти немножко из привычного, как бы, из привычной жизни, то есть и вообще как такая рекомендация вообще в отношениях смотреть на все немножко шире, немножко выше, вот что-то более, как это, более спонтанно, то есть вот примерно вот об этом все. Да, больше спонтанности. Ребята, ставим колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно подписываемся на наш канал, и если в этом видео вы увидели кого-то из ваших знакомых пар, обязательно поделитесь этим видео. Пусть посмотрят, послушают, задумаются, может быть, это им даст какую-то информацию для раздумья. И обязательно поделитесь с нами об этом в комментариях под этим роликом.